61 территорию благоустроили в Нижнем Новгороде в рамках программы формирования комфортной городской среды, начиная с 2017 года. С каждым годом число благоустраиваемых объектов увеличивается. В этом году планируется сделать еще как минимум 34. Все, что сделано ранее, используется жителями. Мы сегодня в очередной раз собрались на проведение физкультурного занятия. И так как у нас программа была ФКГС, и поэтому вот видите нам, как строят и строят. Радует то, что появились лавочки. То есть, если кто-то устал, можно присесть. Появились вот урны для мусора. И самое главное, радуют пандусы, на которых люди с ограниченными возможностями могут просто приехать. Пространство жителями Канайской районы используется очень активно. За прошедшие годы было уже благоустроено 7 пространств. И в этом году планируется еще 4 пространства. Жители и детьми используются как спортивные, так и детские площадки очень активно. Тут очень классно, мне тут очень нравится. Мы все время тут гуляем после школы. Прикольная площадка, его очистили. Теперь тут можно гулять, кататься на горках. Тут очень прикольно и классно. В общем, хороший парк, нам нравится. А вот еще у кого есть собаки, там специальная собачья площадка. В 2020 году парк был благоустроен в рамках программы формирования комфортной городской среды. Здесь появились замечательные площадки, где репетишки могут заниматься спортом, а также могут проводить разные внеурочные мероприятия. Запущен федеральный проект, федеральная платформа для голосования. Это «Загородсреда.ру». На самом деле этот проект родился из нижегородского проекта. Это наша особая гордость. Проект, как вы помните, называется «Голос за». Голосование пройдет с 26 апреля, это важная дата, когда эта опция откроется, до 30 мая. Также для тех, кто предпочитает проголосовать по телефону, можно будет использовать тех волонтеров, которые сейчас уже заявились и которые будут отобраны для организации этого процесса. Поэтому я хотел бы призвать всех к тому, чтобы провести активную позицию. Действительно, рейтинговое голосование – это тот инструмент, по которому можно повлиять на выбор того или иного пространства. Продолжение следует...